МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. Успеть до холодов. Реконструкция цивильского моста идет с опозданием от графика, но в круглосуточном режиме. Помощь качественнее и ближе. В Чебокстарах и Новочебокстарские новые больницы и поликлиники появляются в отдаленных микрорайонах. Острые вопросы, прямые ответы. Власти столицы республики продолжают встречи с горожанами в рамках проекта «Открытый город». Прожиточный минимум для пенсионеров увеличился на 1600 рублей. Самые благоустроенные населенные пункты получат субсидии, а надзор за объектами культурного наследия усилят. Сегодня кабинет министров Чуваши рассмотрел и принял решение по 19 вопросам повестки дня. Министр земельных и имущественных отношений Анатолий Кузьмин рассказал о проекте закона, который определяет цену приобретения земельного участка, предназначенного для ведения сельхозпроизводства. Право устанавливать такую цену предоставлено субъектам России. В случае, если на земельном участке, расположенном в границах населенного пункта и предназначенном для ведения сельхозпроизводства, отсутствует здание или сооружение, такой земельный участок предоставлено сельхозпроизводством организации и крестьянскому фермерскому хозяйству на право постоянного бесслочного пользования или на право пожизненного наследного владения указаны лица праве приобрести земельный участок в собственность по цене равной 15% его кадастровой стоимости. В республике 5000 гектаров, которые могут быть выкуплены подобным образом. Министерство подробно изучало этот вопрос. Аналогичные ставки утверждены практически во всех регионах ПФО и России. Минздрав соцразвития Чувашия представила проект закона о прожиточном минимуме пенсионера на 2016 год. Из этой величины будут рассчитываться социальные доплаты и пенсии. Прожиточный минимум пенсионера на 2016 год устанавливается в размере 7391 рубль. Величина рассчитана на основании потребительской корзины прогнозной величины прожиточного минимума пенсионера за 15 год для индекса потребительских цен на 2016 год в размере 106,9%. В абсолютных числах повышение составит 1620 рублей. По прогнозу Пенсионного фонда России по Чувашии, в 2016 году социальная доплата к пенсии будет производиться 19 тысячам пенсионерам. Потребуется более 320 миллионов рублей. Эти средства будут перечислены из федерального бюджета. Татьяна Молкова, Надежда Яковлева, Сергей Рябчиков. Республика. Повышение качества медицинских услуг, их доступность – одно из приоритетных направлений деятельности органов власти республики. Открытие новых объектов здравоохранения и реконструкция уже существующих имеют важное значение. Наша съемочная группа побывала в некоторых из них и узнала, насколько теперь будет проще и удобнее получить медицинскую помощь жителям Чувашии. Пока еще здесь вовсю кипит работа и идет ремонт. Но совсем скоро обновленная регистратура, зал ожидания и кабинеты примут первых посетителей. Демонтажные работы завершены, коммуникации проведены. Сейчас началась отделка помещения. Это первый капитальный ремонт детской поликлиники Новочебоксарска за 30 лет. Конечно, мы очень ожидали этот ремонт, потому что требовался он, конечно, и окна поменять везде, и вообще фасад. Внутри тоже будет очень удобно, и красиво, и комнаты отдыха. Ну, то есть, ждем все только самое лучшее. Проект пока радует, как будет в открытии, посмотрим. Кабинеты группируются по блокам, инфекционные, процедурные и другие. Расширится служба неотложной помощи. Для маломобильных пациентов сделают пандусы, расширят дверные проемы, выложат тактильные плитки. Работы планируют завершить к октябрю этого года. А жители микрорайона Ольгешево смогут получить красивую и здоровую улыбку уже к концу сентября. Отделение городской стоматологии будет принимать как взрослых, так и малышей. Ну, сейчас очень приятно, что рядом с домом уже стоматология. Уже не надо никуда не ездить, ходить, все рядом с домом. Ортодонты, хирурги, терапевты. Стоматология предлагает широкий спектр услуг. В поликлинике появится кабинет рентген-диагностики, что позволит оперативно узнать информацию о здоровье зубов. Все оборудование современное и высокоточное. Ежедневную помощь смогут получить до 360 горожан. А рядом со стоматологией откроется филиал 7-й городской больницы. Там будут находиться терапевтические и педиатрические участки. Очень будем рады. И в дальнейшем, думаю, мы в комфортных условиях будем обслуживаться. Надеемся. Для этого мы это все и делаем. Конечно, когда проектировался поселок, наверное, никто не думал, что здесь будет такое количество домов, что будет здесь такое количество молодежи. Поэтому, естественно, все потихонечку будет две хорошие поликлиники. Детская, взрослая и стоматологическая. Не забыли и о жительницах южного поселка. Женская консультация переехала в новое здание. Раньше медперсоналы пациента улетелись в маленьком помещении, где не хватало даже рабочих мест. Теперь же все изменилось. У каждого доктора свой кабинет. У нас такая хорошая манипуляционная, процедурная кабинет для кардиотокографии плода. И сами мы довольны, наши работники очень довольны. И пациенты приходят все довольны такие, нам говорят слова благодарности. Всего ночью стоят около 500 беременных женщин. И с каждым годом этот показатель в микрорайоне увеличивается. А вместе с ним растет и население. Реконструкция проводится и модернизация всех лечебных учреждений производится именно там, где это нужно. То есть мы оцениваем конкретно, где необходимо проводить ремонты, где необходимо строить и открывать новые поликлиники. Хороший врач, работающий в хороших стенах, будет улыбаться, будет оказывать качественную медицинскую помощь. Пациенты будут здоровыми, будут меньше ходить в наши поликлиники. Работа при конструкции и строительству будет продолжена. Медицинская помощь должна быть доступна всему населению, уверенно в министерстве. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. В Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезировании появится новая операционная. Количество хирургических вмешательств с каждым годом растет, и оперблок пришлось расширить. Как и все в центре травматологии, новая операционная собрана из готовых частей, стены, потолок, пол. Они сделаны из специальных материалов и предназначены для медицинских помещений. Планируется, что здесь будут проводить малоинвазивные хирургические вмешательства, в основном для подростков и спортсменов. Здесь не требуется длительная госпитализация. Допустим, в министерстве у нас один день госпитализации. Пластиковая передняя крестообразная связка – это максимум три дня госпитализации. То есть это малоинвазивные такие вмешательства, которые позволяют очень быстро поднимать пациентов на ноги. Операционная практически готова к работе. Осталось получить заключение санитарных врачей. Это ортископическая операция, без какого-либо разреза. То есть на сегодняшний день это в Европе операция номер один. Это самый-самый современный. Новая операционная потребовалась, когда нагрузка на пять имеющихся возросла. В среднем в сутки проводится до 35 хирургических вмешательств. Кстати, по объему эндопротезирования суставов наш центр входит в тройку учреждений России. Если посчитать, 35 тысяч операций проведено. 13 тысяч и более – это наши жители, которые вообще, наверное, в жизни думали, когда-нибудь они будут ходить без костылей там или вообще могут встать на ноги. И уверенность – это дает каждому человеку, каждой семье смотреть будущее, уверенность завершения. Временно исполняющий обязанности главы Чуваши обсудил с сотрудниками центра вопросы диспансеризации, благодаря чему в последнее время увеличилась выявляемость заболеваний на ранних стадиях. Поговорили и о житейских делах. Рабочий день у медиков начинается рано. А добираться из спальных районов сложно. Нельзя ли увеличить количество маршруток часы пик? Спрашивали и о строительстве новых школ. В микрорайоне Гладково, к примеру, явно ее не хватает. Михаил Игнатьев рассказал о новой программе строительства школ, заметив, что обязательства по детским садам правительство также оставляет за собой. До конца года будут открыты еще шесть. Пожелания по благоустройству улиц и дворов также взяты на контроль. Кроме того, врачи обратили внимание на вопросы оказания помощи травмированным в дорожно-транспортных происшествиях. Возможно, настало время восстановить травматологическое отделение в Цивильске, поскольку именно на этом участке трассы М-7 происходит больше всего аварий. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня премьер-министр Республики Иван Моторин побывал на двух предприятиях, занимающих особые позиции в электротехнической отрасли. Речь идет об исследовательском центре и научно-производственном предприятии под одним названием «Бреслер». Центр занимается производственной научно-исследовательской деятельностью. Разработчики предлагают потребителям комплексные решения в области автоматизации электроподстанций. Иван Моторин посмотрел, как работают структуры центра, поговорил с молодыми учеными. Одна из главных тем – позиционирование производства на российском рынке в условиях импортозамещения. Большой ассортимент устройств релейной защиты и автоматики производится в научно-производственном предприятии с одноименным названием. Здесь председатель кабинета министров увидел, как идет сборка микропроцессорных терминалов РЗА. Побывал в лаборатории, встретился с коллективом. Речь шла о дальнейшем развитии отрасли, о новых разработках, об увеличении объемов производства. В республике продолжают обсуждать итоги национального рейтинга губернаторов. Напомним, что временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев укрепил свои позиции, поднявшись на четыре строчки – с 25 на 21 место. Я воспринимаю эту новость как оценку развития Чувашской республики в последние годы. Понятно, что эти рейтинги носят ежемесячный характер, но здесь важна тенденция. И то, что эта тенденция повышательная, то, что Михаил Игнатьев уверенно движется вверх. И в этом и во многих других рейтингах говорит о том, что республика заметна на общероссийском фоне. По многим показателям она выделяется в лучшую сторону, обгоняет среднероссийские темпы развития, задает, если хотите, планку и показывает пример того, как можно развиваться поступательно, интенсивно, независимо от каких-то внешних источников и делая ставку на собственные силы, на квалифицированных, подготовленных специалистов, на интеллектуальный потенциал республики, на создание всех условий для того, чтобы в республику приходили новые инвестиции. И в этом смысле мне это решение представляется заслуженным, оно мне представляется оправданным, оно подтверждает, что в республике сложилась мощная, дееспособная, эффективная команда. Я считаю, что это очень важная оценка, поскольку в общественной палате и другие разные органы ведут очень серьезные наблюдения, в том числе и за деятельностью руководителей органов исполнительной власти регионов. И то, что Михаилу Васильевичу удалось поднять свой рейтинг, сейчас, когда идут и санкции против России, и экономические положения кое-кое, где, скажем, требуют к себе внимания. Это очень хорошие показатели. Я считаю, что это, наверное, связано с тем, что Михаил Васильевич открыт в общении с гражданами региона, ведет очень системную работу и разъясняет ситуацию, какая она есть. Это, конечно же, уровень и доверие, в первую очередь, граждан региона к нему. А сегодня это важный показатель. Когда есть взаимопонимание между властью и обществом, можно решить. Я вот по линии палаты могу засвидетельствовать, что межнациональные отношения, межрелигиозные отношения на очень хорошем уровне реализуются в Чувашской республике. И вот этот уровень, он тут только повышается. И это очень здорово. Администрация Чебоксар продолжает встречи с гражданами в рамках проекта «Открытый город». Накануне жители московского района столицы опробовали новую площадку бывшего кинотеатра «Сеспель». Народу в зале собралось, как на премьере нового фильма. Встреча началась с краткого доклада о проделанной в городе работе за последние четыре года. Однако, чтобы зачитать все тезисы, ушло не менее получаса. Сити-менеджер Алексей Ладыков озвучил основные несколько цифр. За прошедший период бюджет города вырос в два раза и сегодня составляет 8,6 миллиарда рублей. 60% расходов идет на социальную сферу – здравоохранение, образование и спорт. С 2011 по 2015 год построено и реконструировано 16 детских садов, что позволяет обеспечить местами всех детей с трех лет. Но у молодых семей все еще возникают вопросы на эту тему. «Сейчас мы обзавелись третьим ребенком и возник вопрос ездить на коляске. Перекресток Максима Горького и Эльгера, там выезд на проезжую часть как бы есть, а самому перекрестку подъехать на коляске практически невозможно. То есть ни пандусов, ни специальных площадок как-то, чтобы вот именно на коляске подъехать. Это первый вопрос. Второй вопрос. Когда же будут на Ложском 2 построены школы и садики? Если мы обратили внимание, положили велодорожки, бордюры уронили, но вот этот перекресток остался, надо знать, значит, сделать. Отметим мы сейчас. Если здесь не доработали, значит, должны исправить. Что касается садика, уже сказал, что в микрорайоне Волжский 3 ко дню города детский сад открыли. По проекту планировки у нас был запланирован садик и в Волжском 2, во дворах, во дворе, на квартирных домах. Но жители были против. У нас даже был проект. Там сейчас у вас площадка детская и спортивная на этом месте. Адрик сейчас точно не могу назвать. В ближайшее время в микрорайоне Волжский 2 садик строить не будем. По школе в северо-западном районе более приоритетным считаем сегодня микрорайон Волжский 3. Но строить начнем школу после того, как будет построена школа в микрорайоне Гладково и микрорайоне Бактанг. Большое внимание уделяется благоустройству города, в особенности внутриквартальных территорий. За последние пять лет отремонтировано 578 дворов и 280 проездов. Конечно, в идеале надо реконструировать каждый старый двор. Но сделать это за один год невозможно. Власти столицы сохраняют эту статью расходов в бюджете каждого года, что позволит сделать работу системной. Хороший тандем у власти и жителей сложился в решении вопроса парковок. Жители все чаще обустраивают места для своих автомобилей на собственные средства. Столица параллельно делает свои в рамках городской целевой программы. Результат налицо. В этом году увеличили в четыре раза финансирование за строительство парковок во дворах. Если за прошлые 3-4 года мы обустроили 300 парковок на 2,5 тысячи мест, то уже в этом году 120 парковок на 1,5 тысячи мест обустроим. Также эту программу будем продолжать. Участников встречи интересовали доступность спортивных площадок города, работа коммунальных служб и общественного транспорта. По поводу последнего Алексей Ладыков заявил, что намерен вести работу по сокращению количества маршрутных такси. «Еще два года у нас с владельцами маршрутов будет действовать договор. После пересмотрим транспортную систему города в пользу крупногабаритного транспорта», сказал глава администрации. «Для властей столицы очень важно соучастие жителей в принятии ключевых решений, чтобы ни у кого не было сомнений в их правильности». Анастасия Алексеева, Олег Якимов, «Республика». Сегодня не стало журналистой и писательницей Валентины Ивановой. Пожалуй, нет человека в нашей профессии, кто не был бы знаком с Валентиной Адреевной, не восхищался ее работоспособностью, мастерством и любовью к своему делу. Помнят ее и сотни тысяч радиослушателей и читателей, для которых она работала до последнего дня. Удивительный, но факт. Журналистка и писательница всю свою творческую жизнь, рассказывающая Чувашия и ее столице, родилась и выросла вовсе не здесь. Больше того, оказывается, и по специальности Валентина Андреевна не журналист. Но в Чебоксарах она обрела и вторую родину, и профессию. Я по профессии не журналист. Я учитель-филолог, учитель русского языка и литературы. Когда муж приехал сюда, на свою родину в Чувашии, мы вместе учились на одном курсе. Он журналистику кончал, и он в редакцию советской Чувашии. Я свободный диплом ходила, искала. В школах работы не было. И целый месяц я страдала от безделья. И в это время получилось так, что на Чуваш-радио оказалось целых два свободных места. Валентина Иванова за годы работы на радио подготовила сотни интервью и очерков. Вела репортажи о полете в космос Андриана Николаева. Стояла у истоков создания радиожурнала «Между Волгой и Уралом». Слушатели очень любили ее передачи. И она не скрывала секретов от молодых тогда еще коллег. Ты говоришь, вот, Лень, запомни, журналист должен обязательно удивляться чему-то. Вот если ты перестанешь чему-то в жизни удивляться, значит, ты кончился как журналист. И вот я считаю, что она была удивительным человеком, которая умела удивляться в этой жизни и удивлять всех остальных. С 1978 года и до последнего времени Валентина Иванова была корреспондентом телеграфного агентства Советского Союза. Затем и Тартас. Многое из того, что происходило в Чувашии, в нашей стране, да и за рубежом, узнали благодаря Валентине Андреевне. Ее уважали руководители республики и ее столицы. Министры, директора предприятий, коллеги. Мы гордились, что Валентина Иванова первый в нашем цеховом братстве почетный гражданин города Чебоксары. Именно этому городу и его людям посвящена большая часть ее творческого наследия. Когда впечатлений и интересных знакомств накопилось слишком много, она стала делиться ими в своих книгах. Всего из-под пера Валентины Ивановой вышло более 30 книг. Еще не написано много, очень много, но хочется написать, в том числе, вот о ВИП-персонах, которые приезжали, и о разных случаях, которые бывали и оставались за кадром, о чем ТАСС не сообщал. В Канаше в этом году активно реконструируются дороги. Тысячи метров асфальтированного полотна уже положено, но впереди еще много работы. Необходимо закончить капитальный ремонт до начала холодов. Разбитые дороги, выбои на отсутствие тротуара. К этому уже привыкли жители улицы Железнодорожная. После многочисленных жалоб и переставлений в прокуратуру города за дорогу, наконец, зелись. К концу ноября более полутора километров новой дороги трехметрового тротуара пустят в эксплуатацию. Это не единственный участок, на котором идут ремонтные работы. Такой же идет капитальный ремонт дороги улицы Ильича. Там подрядчик Чуваш-Автодор. В последнее время они усилены, тут взялись за этот объект. Там с устройством дренажной и ливневой канализации. Тоже большой участок дороги. Там протяженностью 1200 метров. От улицы Трудовой до улицы Янское шоссе. В городе также ремонтируются, отремонтированы уже дороги по 30 лет Чувашии, по улице Некрасова, улице Трудовая. Сейчас ведутся к завершению работы по ремонту улицы Чебоксарская, улицы Филатова и по улице Шехраны. Там не столько дорога, сколько тротуара делается. Не только автодороги, но и дворовые территории отремонтируют к зиме. Десять дворов города приведут в порядок. Особое внимание к качеству. Дорожники обещают, что новый асфальт прослужит долго. Но если в течение четырех лет дорожное полотно не выдержит зимних морозов, постоянные беготни детворы и ежедневных поездок самосвалов, то подрядчики переделают работу за свои средства. Алена Алтухова, Екатерина Куприна, Андрей Спиридонов, Республика. В Севильском районе полным ходом идет реконструкция федеральной трассы. Здесь уже начали укладывать асфальт. Движение по новой дороге планируют открыть в ближайшее время. Насколько реальны эти планы, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Строительство новой трассы вблизи Цивильска теперь ведется круглые сутки. Рабочим сейчас не мешает ничего. На их сторону встала и погода. В ближайшие дни здесь намерены завершить укладку асфальта. Планы подрядчиков могут нарушить только ливневые дожди. Работы ведутся в настоящее время по точным методам на разных участках. Начиная от основания из щебеночной песчаной смеси нижнего слоя до устройства верхних слоев основания из асфальтобетонной смеси нижнего слоя покрытия. Планируется во второй половине сентября открыть эту левую сторону проезжей части. Но открыть движение по этой трассе планировали еще летом. Управление дорог Волга во всем винят поставщиков в специальной щебеночной песчаной смеси. Этот материал в Чувашии не производят. Сюда его пришлось доставлять из Челябинска по железной дороге. Перевозка затянулась, а вместе с ней и работы. Пока на выезде из Цивильска часто возникают пробки, новая дорога поможет разгрузить автомобильный поток. На этом участке трасса станет шире. Здесь откроют сразу четыре полосы. Новую трассу начали прокладывать буквально в чистом поле. Дорожное полотно здесь подняли более чем на 80 сантиметров. Оно состоит из нескольких слоев щебня и песка, а уже сверху на него укладывают мастичный асфальтобетон. Следующий этап работы – реконструкция существующей трассы. Здесь заменят асфальт и отремонтируют мост. Его опоры перестали выдерживать нагрузки. На бетонных плитах образовались трещины. На этой стороне проезжей частью уже мост построен подрядной организацией. Остается уложить верхний слой и в принципе он готов к открытию движения. Завершить реконструкцию федеральной трассы полностью подрядчики планируют до наступления холодов. Медрик Ковалев, Рассель Мухаммедов, Республика. Каждый год в Чувашии проводят необычный конкурс красоты. Но в нем участвуют не модели с параметрами 90-60-90 а клумбы, газоны, придомовые территории и детские площадки населенных пунктов Республики. В сентябре подводят итоги. Обычная лужайка или газон под окном их не устраивает. Фантазии хоть отбавляя, руки золотые. Вот примерный портрет участников конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенных пунктов Чувашии. Его проводят с 2005 года по пяти номинациям. От территории учреждений соцферы до отдельных улиц, дворов и даже частных придомовых участков. В этом году на суд жюри представили 47 материалов. Оценка объектов производится по наличию, количеству и качеству по площадям имеющихся газонов, цветников, деревьев, кустарников. Также оценивается наличие малых архитектурных форм, их качества. Далее наличие искусственных водоемов, фонтанов, описки, лугоров. Первая категория, территория учреждений соцферы самая многочисленная. Победителем в ней стал детский сад Рябинушка города Шумерля. Самой благоустроенной улицей признали улицу Подзаходникова в селе Порецкое. Придомовую территорию лучше всего обустроили жители одного из домов АлатРа. В этой номинации в призерах оказались и чебоксары, постарались пенсионерки дома номер 23 по улице Патриса Лумумбы. Специалисты говорят, уровень участников растет, вкус развивается. Шедевры в виде разукрашенных пластиковых бутылок и прибитых к деревьям мягких игрушек встречаются все реже. Победителям, помимо эстетического удовольствия, полагаются денежные призы. Призовой фонд составляет 582 600 рублей. Распределяется он между победителями конкурса пропорционально. И его цель это использование на внешнее озеленение, на благоустройство, на эстетическое оформление территории. Основная цель этого осмотра конкурса это пропаганда и распространение лучших практик. И такая пропаганда действительно работает, ведь все хотят не хуже, чем у соседей. Ольга Пырочкина, Анна Луценко, Игорь Зверев, Республика. Модернизация производства как залог успешного развития. Предприятия Республики, несмотря на непростую экономическую ситуацию, внедряют новые технологии. Этому способствует и реализация указа главы Чувашии о субсидировании процентных ставок по кредитам предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности. Так, на Чебоксарском хлебокомбинате Петровский недавно установили автоматизированную линию по изготовлению подового хлеба. За последние три года в обновление оборудования вложено около 350 миллионов рублей. Подробности далее. Я же на этом прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Новая автоматизированная линия, установленная на предприятии, позволяет дополнительно выпускать до 28 тонн хлеба Орловский в сутки. Объемов производства одной линии было недостаточно. Главный технолог хлебокомбината Петровский Галина Горелова с гордостью рассказывает о возможностях оборудования. Эта линия позволяет изготавливать хлеб на натуральных заквасках. Тесто замешиваем на натуральных заквасках. Процесс выбраживания происходит вот в этих емкостях и длится целый месяц. Затем тесто поступает на участок разделки. Его делят на заготовки, причем так же бережно, как это сделал бы пекарь руками. После этого будущий хлеб отправляется в расстойчную камеру, где, как у настоящей хозяйки, дозревает еще полтора часа. Расстойчная камера уникальна тем, что в ней низкий температурный режим. И именно он позволяет нам сохранить все полезные свойства закваски. Свои особенности есть и у этой печи. В ней используется природный камень. В результате хлеб выпекается как будто в русской деревенской печке. Затем продукции дают остыть. В этой камере одновременно остывает около двух с половиной тонн хлеба. Она стерильна, в ней поддерживается специальный комфортный микроклимат. Новое оборудование осуществляет нарезку и упаковку без участия человека и позволяет ежедневно обеспечивать хлебом 180 тысяч жителей республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова